А прямо сейчас родители Куандыка Бешимбаева расскажут, почему они уверены в невиновности сына. Кто, по их мнению, был заинтересован в его задержании? Каково жить со славой, что твой сын коррупционер? Напомню, что отец обвиняемого, Валихан Бешимбаев, был ректором трех отечественных вузов, депутатом Мажелиса парламента. Мама Альмира Нурлыбекова сейчас защищает сына в суде. Предлагаем послушать их мнение. Агентство его обвиняло в том, что он лоббирует строительную компанию ХШ, потому что он получил от них взятку. Но это не так. Уже в 2016 году эта компания Кови Финская пишет о том, что в тех условиях, когда стройку они начинали, когда доллар стоил 180 тенге, а потом в 2016 году выросло до 350 долларов. Когда стройматериалы подорожали, когда уже выполнено 40-50% строительных работ, менять строительную компанию нецелесообразно и невыгодно. Потому что в таких условиях эта стройка вообще заглохнет. Никто не придет на такое строительство. Это было их заключение. Следователи могли прочитать вот этот вот аудит, изучить его и получить все ответы на свои вопросы. Хищения на заводе не произошло. Его не было этого хищения. Потом, если мы рассмотрим этот рапорт, с которым начиналось все это дело, оно тоже там под сомнением, с сомнительными печатями идет от других организаций. И в-третьих, самое главное, что я хочу подчеркнуть, что вот эти все предъявляемые ему обвинения, они строятся на показаниях тех людей, которые сами получали эти взятки. Ну, я думаю, что всем, кто дал вот эти вот показания против него, если бы всем им сказали, что вот пандак убил Кеннеди, да, или какой-нибудь совершил нелепый поступок, они бы все равно это все подтвердили для того, чтобы избежать наказания самим. Кеннеди Токмадей являлся монополистом по продажу стекла из России. Это его был бизнес, это были его деньги, это был его капитал. Поэтому ему было невыгодно, если бы построился в Казахстане у нас стекольный завод, и это был бы на своем местном сырье, этот завод. Естественно, себестоимость его была бы ниже, чем российского, и качество его было бы лучше. Куб Адамдар нам сочувствует, нам жалеет, не верит. Потому что те, кто знают нашу семью, они понимают, они знают, что вот в такой семье, как наша, мы не могли воспитать ребенка, который вот пошел на такой банальный, просто никому не нужный вот такой вот на взятку. Практически на нашего сына началась информационная атака практически всех средств массовой информации. То есть дают информацию, заведомо уже обвинительную, приговорную, вот так вот. То есть вдалбливают, можно сказать, вот так вот, вдалбливают в общество, что он преступник. Ну, во-первых, это нарушение закона, это неэтично. Что только не наговорили на моего сына. Притом, большая часть из них не соответствует действительности. Тем не менее, предварительные слушания по данному делу уже позади, а на завтра назначено главное судебное разбирательство. Суд отказал адвокатам в ходатайстве о возвращении дела прокурорам на доследование. Более полную версию интервью смотрите в материале «Мои коллеги. Гульбануа не отказы». Родители экс-министра национальной экономики рассказали о давлении на сына и о том, что за недвижимость фигурирует в деле о коррупции. Уже через несколько минут вы узнаете, о чем жалеет Куандык Бешимбаев.